МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... В этом консекте надо отметить, что 15 марта текущего года на 11-й неочередной сессии в соответствии с указом президента Республики Казахстана 3 марта 2022 года о проведении отчетных встреч Акимов с населением депутаты согласовали гибкий годовой календарь регулярных встреч Акимов всех уровней с населением на 2022 год. То есть раньше, если были отчетные встречи, сейчас будут регулярные встречи Акимов всех уровней. Аппарат К в соответствии с законом о доступе к информации все сессии у нас проходят онлайн-трансляции. С депутатами проводится работа по исполнению наказов избирателей в установлении обратной связи со всеми социальными группами населения и решение ищет насущных проблем. Для этого проведено более 450 приемов по личным вопросам для решения проблем, высказанных избирателями. С начала СОЗОВа направлено 225 депутатских запросов в местные исполнительные органы, среди них вопросы благоустройства, асфальтирования дворов, обеспечения качественной питьевой водой сельских населенных пунктов, строительство и ремонта социальных объектов, загрязнение атмосферного воздуха и другое. В феврале-марте текущего года депутаты провели 106 встреч с населением сел и области, приняли участие в отчетных встречах Акимов всех уровней, по их итогам более 350 вопросов взяты на депутатские контроли. К ним относятся строительство школы на 300 мест, с медицентром на 100 мест в селе ЖДКШ, пристройка в существующей школе на 100 мест с перепланировкой и переоборудованными помещениями в селе МОЭЛД, новый корпус инфекционного отделения при областной больнице. На всех этих объектах подрядчик строительная монтажная фирма «Мехколонна-59», то есть этот подрядчик почти на год опоздал с этим строительством, но в конечном итоге он, конечно, сделал, но уже сейчас через суд будет его признавать недобросовестным подрядчиком. Под пристальными ремонтами контроля находилась работа с социально уязвимыми категориями населения, многодетными семьям, со всеми, кто отказался в трудной жизненной ситуации. Депутатский корпус продолжен работать в тесном сотрудничестве с исполнительными органами, общественным советом, другими общественными объединениями, средствами массовой информации. Все важные вопросы, публичные случаи, касающиеся общественной, политической, экономической, социальной жизни в области, их решения обязательны для нас. Добрый день, Александр Лобин, телеканал ЕФТЭС. Несколько вопросов у меня. Вы сказали, что было проведено 106 встреч. А как часто депутаты встречаются с избирателем? В феврале текущего года депутаты областного масляхата по отдельному графику провели встречи с населением. Это как уже разрешили нам в 106 селах области. Было задано более 350 вопросов нашим депутатам, касающихся ремонта социальных объектов, строительства детских площадок, водопровода, получения микрокредитов, развития сельского хозяйства. Сейчас исполнение этих вопросов прорабатывается с акимами городов и районов, областными органами исполнительной власти. Кроме того, все депутаты приняли активное участие в отчетных встречах, которые в феврале месяце проходили. Отчеты акимов городов и районов перед населением. Это с 14 февраля по 3 марта в 68 населенных пунктов. А вообще в целом в законе о местном государственном управлении и самоуправлении прописано, что депутат должен проводить встречи с населением и с избирателями, а также с иными органами местного самоуправления и организациями. Как правило, мы рекомендуем своим депутатам проводить встречи не реже одного раза в квартал. Но может депутат каждый день встречаться, но не реже одного раза в квартал. Спасибо. Еще один вопрос. В своем послании, потому что государство говорило о необходимости уделить особое внимание маслехатам и вел такое сочетание, как сильные маслехаты. Как вы считаете, в чем должна заключаться эта сила и как ее любиться? Усиливается роль маслехата в чем? В первую очередь при избрании главы области, раньше если было маслехат или соглашается, или не соглашается, сейчас будет президент выдвигать две кандидатуры на должность Акимова области. И, по сути, эти с двух кандидатур депутаты областного маслехата, это получается уже косвенные выборы, депутаты маслехата отдадут свои голоса и здесь выберут Акимова области. Кроме того, здесь усиление роль маслехата еще в чем слагается? Последние выборы проходили все по партийному списку. Также население конкретно, вот я сам Акимом несколько лет в нескольких районах проработал, раньше если в сельском округе конкретно знали своего депутата закрепленного, то сейчас вот когда выборы пошли по партийному списку, население практически не знает своего депутата, условно примерно. И здесь получается депутат, он, если избран по партийному списку, он несет ответственность в первую очередь перед партией, от которой он был выдвинут, а не от населения. Поэтому вот президент сейчас обратно переводит в городах и в районах, переводит на мажоритарный, то есть по адмодатному избирательному округу, чтобы население конкретно знало своего депутата, давали ему свои наказы, и чтобы этот депутат был под отчетом этому населению. Если же этот депутат не выполнил свои предвыборные программы, обещания, то население имеет право его отозвать. Тогда здесь ответственность депутата усиливается. Расскажите, пожалуйста, понятие мажоритарное, что это означает? Ну вот, я вот только сейчас говорил, пропорционально это подразумевается по партийным спискам. Мажоритарно, это вот как раньше было, вот в районах, в микрорайонах города, одномандатный избирательный округ был. И конкретно на этом округе, вот, например, в городе-микрорайоне, там два или три кандидата было. На депутата от этого одномандатного избирательного округа, и население выбирало из трех человек одного. Вот это вот называется мажоритарный. И сейчас вот к этой системе полностью города и районы полностью перейдут на мажоритарную систему выборов. Скажите, как вы работаете со своим электоратом для того, чтобы избиратели узнали своих избранников и повысить уровень доверия к депутатскому округу? 32 депутата у нас в областном Маслихаде, из них 16 депутатов, хоть и избраны они все по партийным спискам, 16 депутатов сейчас у нас распределено по микрорайонам города Павлодара, 5 депутатов закреплены по микрорайонам города Экипастуза, 2 депутата по микрорайонам города Ахсу, и также остальные депутаты закреплены по районам. Но это все, хоть они и избраны по партийному списку, но условно мы их закрепили, чтобы они работали именно с населением закрепленного сельского округа или микрорайона. У вас звучала также такая установка, что политические модернизации и Маслихаде должны стать ключевым взменом местного самоправления. Как вы считаете, готовы ли депутаты к такой ответственности? По всей вероятности, на следующий год, где-то к весне, будут уже выборы и Мажелес, и областной Маслихад, и районный Маслихад. И уже здесь депутаты пойдут вооружены этими законами. Там конкретно будет в этих законах, в этих нормативных актах конкретно изложены все полномочия депутатов. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, как вернуть доверие людей к депутатам? Ну, получается, вот эти вопросы, они все между собой связаны. Я еще раз говорю, когда вот эти нормативные правовые акты уже выйдут, четко будет изложено здесь уже права и обязанности депутатов перед населением, тогда уже непосредственно этот депутат примет эти полномочия законодательно и будет работать с населением. То есть здесь уже, если депутат не будет выполнять свои предвыборные обещания или наказы этих жителей, то у населения будет право в любое время отозвать его мандат. Спасибо. Олега, предлагаю хорошую нашу работу. Сильные маслехаты способствуют решению актуальных проблем и росту качества жизни в регионах. Из послания главы государства Касымжумарта Туркаева народу Казахстана. Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации. Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации.